Накануне майских праздников Андрей Юрьевич решил затронуть вопросы, касающиеся внешнего вида городов Подмосковья. Это вопросы о чистоте, благоустройстве и наружной рекламе. Губернатор отметил, что все муниципальные образования выполнили его задачи по наведению порядка в городской черте и 50-метровой зоне вдоль автомобильных дорог. Клинский район в списке лидеров по этим показателям, а также один из первых, кто уже приступили к ремонту дорог и благоустройству парков. Андрей Воробьев заявил, что требования к наружной рекламе должны быть включены в муниципальные регламенты. Также особо отмечен был опыт проведения рядом районов области торгов по размещению наружной рекламы. Доходы бюджетов по этим статьям увеличились на порядок. Всеми районами были разработаны схемы проведения торгов, но губернатор напомнил, что местные нормативно-правовые акты должны быть приведены в соответствии с областным и федеральным законодательством. Работу по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций, а также конструкций с истекшим сроком годности нужно проводить активнее, ведь большей частью именно такая реклама негативно сказывается на внешнем облике города. А о нем должен позаботиться так называемый альбом городского облика, который необходимо разработать в каждом муниципалитете. Этот альбом, своего рода дорожная карта развития города, подразумевает комплексный подход к оформлению зданий и сооружений города. Клин станет пилотной площадкой, для которой профильные структуры области разработают такой альбом к 20 июня этого года. Затем он будет использоваться как образец для остальных городов Московской области. Пилотным городом был выбран город Клин, в котором есть и историческая и современная застройка, благоустроенные и неухоженные территории, заводы и туристические культурные магниты. Город, кстати, готовится отметить в следующем году 175-летие со дня рождения Чайковского, а в скором будущем и 700-летие со дня основания. Поэтому это дает надежду, что наработки альбома будут реализованы. Мы уже начали обследование городской среды города Клина. Приведу один из примеров наших наблюдений. Перед вами на иллюстрации Советская площадь. Вроде благоустроено все помню, плитка, фонари, но солнечный день, а никого нет, пустырь. А ведь она имеет огромный потенциал. Находится перед собором Святой Троицы на оси основных магнитов города. Музей Чайковского, елочные игрушки, а также примыкает главный торговый пешеход на улице Гагарина. Площадь красивая, но на ней нечего делать. Необходимо вернуть ей то название, которое она носит – соборная. Точечные, небольшие и умные вложения позволят превратить это место в подмосковную заднюю. С вечерами музыки, грамотным зонированием, открытыми торговыми рядами в историческом стиле, летним кинотеатром. В преддверии важных для нашего города и страны юбилейных дат Клин получит возможность по-новому взглянуть на себя, а также преобразиться, стать более современным, сохранив при этом свою многовековую историю и традиции. Субтитры создавал DimaTorzok